Здравствуйте, уважаемые зрители! Хочу ознакомить вас с ситуацией, что происходит в Украине. Зачитаю сводку новостей и покажу на карте. Вот, сейчас тут в основном бои идут в районе Кременной, Бахмута и по всей линии. Вот, где красная, это армия РФ наступает, а синяя, это терроборона ВСУ. Можно сказать, держит оборону сейчас. Так, ну что подробнее пишут? Так, начнем это белорусское издание. Ждите хороших новостей, ВСУ вплотную приблизились к Кременной. Я вижу по карте, да, что вот сейчас синяя полоска появилась возле Кременной. Это не было, сейчас Кременная была под контролем армии РФ стопроцентно. И теперь уже здесь, да, идет по наступлению, вот, по западной, направлению западной части. Бои идут на крайних городах, все правильно, по карте видно, что такие есть. ВСУ постепенно продвигается в сторону оккупированной Кременной. При этом оккупанты пытаются остановить украинских защитников, привлекая свой резерв. Однако успехи ВСУ на этом направлении признали не только в Украине, но и Америка. США сидит по картам даже. Ну, можно сказать, они со спутников, там видно, англичане, американцы отслеживают, где идут бои. Со слов Гайдая, самая сложная обстановка в этом участке фронта в районе Лисичанска под Белогоровкой, которую оккупанты атакуют каждый день. Так, враг сконцентрировался и войска в районе Сватова Кременной. Много военной техники, еще больше живой силы. Более того, большая часть территории заминирована, что замедляет продвижение ВСУ. При этом украинские защитники продолжают сохранять огневой контроль трассу Сватова Кременная. Так, и уже следует ждать в ближайшее время хорошие новости с Луганщины. Ну, вижу, да, пошли наступления. Но зато сейчас под Бахмутом очень напряженная ситуация. ВСУ пытается удержать Бахмут. И вот последняя информация. Через 3-4 недели россияне осознают масштабы своей потерь. Очень большие потери у россиян под Бахмутом. Боец ВСУ рассказал о ситуации в Бахмутском направлении. Так, вот я ознакомлю, что здесь пишут. Под Бахмутом достаточно тревожно. Наш батальон находится к югу от Бахмута. Защищаем ее южные окрестности. Враг пытается атаковать, но все контролируемо. На севере Бахмута немного тревожно. Есть угроза окружения Бахмута. Сейчас я вам покажу по этой карте, будет понятнее. Сейчас я вижу продвижение армии РФ есть. Только Бахмут напрямую не получилось взять, как вот с этого восточного направления. Они пошли дальше сюда. Благодатное краснополе. Я вижу, что есть продвижение к этой трассе. Вот тут трасса такая, дорога идет. И они продвинулись. Видно, видно уже было где-то здесь. Раньше солидары они захватили. Теперь есть продвижение в этом направлении. Пытаются как бы, я покажу сейчас, широким фронтом. Здесь Клещеевку тоже взяли, но тоже не могли подступиться. Западные части тоже пошли в направлении Красное и Ступочки здесь. Да, в этом направлении движутся. А Бахмут как бы, ну не взять наглую, как бы сказать. И вот пишут, что сейчас держат ВСУ оборону. На севере Бахмута немного тревожно. Есть угроза окружения Бахмута. Я в это не верю, зная количество техники, личного состава, которая находится в окрестностях Бахмута. Можно верно сказать, что Бахмут мы не сдадим. Но тревожно. На этом направлении ожидается огромное нашествие россиян. Украинские защитники заряжены не только на оборону, но и на победу. Надеемся, что выдержим все уральские нашествия, которые есть на Бахмутском направлении. И пойдем в атаку на Донецк. Ну вот, заявили в Украине. Боец батальона «Свобода» также добавил, что тактика врага ясна. Россия не жалеет своих людей. В общем, через 3-4 недели россияне увидят, что попало, пропало, то есть было уничтожено полторы тысячи солдат на километр, где они атаковали. И тактика нам понятна. В общем, пытаются завалить людьми на каждый километр полторы тысячи. Я говорю, там уже поля все усеяны трупами, потому что зэки, мобики, необученные бросают их, штурмуют по 30-50 человек, бригады, они там все полегли. Не знаю, там, когда может война кончится или все эти трупы, там, мне кажется, кто их соберет, я не понимаю. Они никому не нужны. Здесь вот вся эта мясорубка, некому убирать, просто они там полях и все гниют, можно сказать. Такая ситуация. Очень хорошо работают в ВСУ, артиллерии именно. И она нанесла удар по скоплению российских мобиков. Окупанты безуспешно пытались спрятаться в подвалах. Уже много роликов, я сделал ссылку на своих каналах, что очень умеют, как сказать, расстреливать. Вот, они прячутся, россияне как бы наступают, но байрактары, беспилотники украинские затекают в местоположении, дают координаты. Артиллерия очень высокоточная, они в окопах расстреливают даже российских солдат. И вот, защитники Украины ежедневно демонстрируют свое мастерство, успешно уничтожая российских оккупантов в ходе полномасштабной войны. И вот, артиллеристы получили разведданные от подразделения аэроразведки и обнаружили перемещение личного состава врага, после чего нанесли огонь по российским оккупантам. В общем, все они тут, кто там прятался и в подвалах, они вылезли и потом все погибли. В общем, пишут украинцы, это наша земля, она будет гореть у оккупантов под ногами. В общем, вот здесь ролик я вам скину, сами посмотрите. Вот там видно солдаты российские, прятались, их артиллерия всех накрыла. Я говорю, там это смертники, в городе еще можно выжить, а вот в таких вот окраинах, в полях, типа таких, ну в зеленках, не скрыться от артиллерии. Все моментально, байрактары дают информацию, ну еще есть украинские беспилотники разных модификаций. И все расстреливают артиллерии, минометы расстреливают, и сами байрактары расстреливают, у них тоже мощное вооружение. Так, и вот сейчас взорвали кафе, где кушали, там обедали, говорят, российские оккупанты. Это произошло, сейчас скажу, где Эдем есть такой вот, Алешки, Алешки правильно, и здесь вот они решили покушать. Там Херсон. Видно, дали информацию, что там большое количество офицеров, их одним ударом накрыли. Оккупанты пытались пообедать, тайно и ловко, чтобы украинские разведчики не успели сориентироваться и не навести хаммерсы. Но украинцы оказались похитрее. А там такой есть кафе Эдем возле Антоновского моста, которое облюбовали офицеры армии РФ. Ну, они привыкли, видно, кушать там возле, да, и, как сказать, давай, перейдем покушаем, там 20-30 человек. А тут раз позвонили, сказали, о, российские офицеры кушают, тут Алешки, вот, давай-ка мы хаммерсами и туда и запустим. И вот. Во время офицерского обеда был прилет по цели, примерно в километре от Эдема. Украинские разведчики в Алешках считали, что российские офицеры убегут. Но те продолжили свой обед, последний обед, пока не дождались, прилетело непосредственно по ним. Российский офицерский корпус сократился на два десятка владельцев погон. В общем, может еще и больше, там райных очень много. В общем, точное количество двухсотых, трехсотых захватчиков пока неизвестно. Однако интенсивное движение скорых пожарных и военных автомобилей указывает, что удар был достаточно результативным. Вот Антоновка, тут мост, и вот Эдем, вот Алешки здесь. И вот здесь офицеры решили постоянно кушать в этом кафе, видно. Ну, а где? Конечно, кафе, денег хватает офицеров. Ну вот и подводили, позвонили свои люди и все, уничтожили. Так что видите, война какая сейчас такая гибридная, современная. Так, армия РФ потеряла где-то до 700 военных за прошлые сутки. Четыре вертолета и два самолета. Я знаю, что два самолета информация была сбита, сто процентов уже, я видел там. И четыре вертолета еще. Стали задействовать авиацию сейчас в России. Это да, это точно уже информация. В общем, погибших 122 170 плюс 690 человек, танков плюс 2, БТР, БМП плюс 8, артиллерии плюс 2. И вот, самолетов плюс 2 и вертолетов плюс 4, беспилотников 3. Беспилотников мало сейчас, почему-то уже практически все сбили, почти 1900. А вот самолеты, да, авиация стала помогать, как бы, 289 сбито, вертолета 281. Пытается наступление идти, авиация должна прикрывать. А как без авиации? Конечно, прикрытие авиации должно быть с воздухом. Ну вот и стали сбивать самолеты, поэтому. И вот сейчас в боях под Бахмутом погиб украинский фигурист. Он в возрасте 25 лет, известный в Украине. Вот, видите, он, как сказать, был популярный, известный в Украине. Ходил в состав национальной сборной по фигурному катанию. Вон, парное катание. В боях с российскими оккупантами под Бахмутом Донецкой область погиб 25-летний украинский фигурист Дмитрий Шарпар. Вот на фотографии. Так, от гибели спортсмена сообщили на странице. Так, в Украине Facebook. По данным, организация спортсмена из Харькова не стала 23 января. Дмитрий выступал в паре с Анастасией Побеженко. Вот она. Был серебряным призером чемпионата Украины. Вошел в топ на южных Олимпийских играх в 2016 году. Вот его фотография. Вот его напарница. Вот, видите, соболезнования. Вечная память героя. Вот он на фотографии. Видите, даже известные украинские фигуристы не пожалели своей жизни, пошли воевать с российскими оккупантами. Еще тут сообщение, что погиб еще известный боксер, тут пишут, да. Так, полномасштабно, да. Ну, вот про, я вам сказал про, много гибнут, я говорю, спортсменов и известных людей в Украине. Они не пожалели, сказать, своей жизни, пошли воевать. И вот такая судьба. Говорю, сейчас война не жалеет никого, ни спортсменов. Все, кто встал под ружье, как сказать, вот такая судьба у многих. Ну, и в России то же самое. Огромное число тоже и спортсмены идут. Видел, я недавно ролик выпустил. Тоже гибнут, тоже. Говорю, война никому не нужна. Умные люди заодно поняли. Просто уничтожение генофонда и спортсменов, и известных актеров, я вижу, пошли, не пожалели своей жизни воевать. Многие известные. И в России, я знаю, тоже, и в Украине. И вот такая судьба, говорю. Вот война что делает. Быстрее бы она закончилась. Уже всем надоело, почти год идет, все мечтают уже. Ну-ка, Путину невыгодно. Он все под глобалистами. Он все продолжает, все, какие-то мания, величия. Мы должны захватить эту Украину. Нам все, мы не отступим. Мы будем здесь наступать. Пока уже 120 тысяч утилизировано. Где-то больше 300 ранено. Украинский старое тоже, я думаю, где-то ориентировочно тоже так, чуть меньше может быть. Я говорю, и Зеленский тоже упертый. Тоже будем до конца. В общем, это до конца, это до конца и до победы, до последнего россиянина и до последнего украинца. Я вижу, ситуация складывается только так. По-другому никак, потому что уперлись оба. Если бы их убрали с власти, в России убрали Путина, в Украине Зеленского, все бы наладилось. Все бы успокоилось. Пока эти двое у власти ничего не наладится. Вся война будет длиться еще, я думаю, целый год даже. Но это все глобалисты ими руководят, они сами не подконтрольны. Ни Путин, ни Зеленский не контролируют ситуации. Над ними стоят высшее руководство, а не менеджеры. Просто и исполняют приказы. Их давно бы уничтожили Путина и Зеленского, давно бы уже убрали. Просто у них такая задача, уничтожить больше россиян и украинцев в этой войне. Я вам сто раз говорил, пока может кто-то не понял, ну вот может поймет со временем. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч.